Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Город для людей». Мы, как всегда, подводим итоги наиболее заметных событий на территории городского поселения Красногорск. На экране вы видите телефон редакции и адрес сайта, где можно оставить свои вопросы и предложения. Участвуйте в создании программы «Нам важно ваше мнение». Открываем нашу программу специальным репортажем о долгожданном событии. Вчера в Павшинской пойме состоялось торжественное открытие пешеходного моста над Москвой-рекой. Этого события с нетерпением ждали жители микрорайона. Теперь от метро их отделяет шаговая доступность. Наша съемочная группа разделила радость со счастливыми жителями обо всех подробностях с места события Максим Мильников. В день открытия моста на берегу Москвы-реки многолюдно. Всем хочется стать участниками ни много ни мало исторического события. Это сооружение между собой жители Павшинской поймы уже называют «Окно в большой мир». «Там Вегас, там метро, там жизнь. Здесь у нас ничего нету. Да, у нас спальный район, в котором ничего нету. Поэтому вот мы надеемся, что там, на той стороне, может быть, что-нибудь и будет». Утром, когда надо будет пора идти в садик, сразу пройти по мосту, а там уже метро. «Ждавай этого. Да». Мост длиной 422 и шириной 5 метров предназначен для пешеходов и велосипедистов. Сооружение готово к эксплуатации, правда, отделочные работы здесь закончат только весной. Торжественный момент, фейерверк в небе и мост открыт. Желающих первыми опробовать новое сооружение оказалось немало, и впечатления, конечно, положительные. Ведь с одного конца Москва-реки на другой теперь можно дойти неторопливым шагом всего за 6-7 минут. «Мы очень надеемся, что все совместные усилия, которые будут предприняты в течение предстоящего года по наведению порядка и благоустройства на территории этого микрорайона, позволят одновременно решить и проблемы, ну, частично, во всяком случае, мы очень на это надеемся, решить проблемы с ограниченным количеством парковочных пространств. С этой целью вступили в переговоры с президентом Крупуса Интернешнла Арскандеровичем Магаларовым, предложив ему рассмотреть возможность организации ночного паркинга для жителей Пашинской поймы на той стороне реки. Тем самым разгрузить здесь транспортные потоки». Теперь времена, когда поездка из поймы до Тушинской занимала не менее получаса, а зимой люди шли по льду к метро Микинина в прошлом. Этого момента жители ждали не один год и дождались. Максим Мельников, Валентина Титова, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова. Город для людей. В продолжение темы благоустройства Пашинской поймы. Проект «Дорожная карта» закрепил сроки по завершению строительства. В 2015 году там появятся детская и взрослая поликлиники, теннисный корт, музыкальная школа, пожарное депо и прочая инфраструктура. Предполагается оборудование дополнительных парковок в общей сложности на 1200 машиномест. Подробности далее. Через несколько минут в конференц-зале района администрации состоится обсуждение дорожной карты Пашинской поймы. Проект направлено на реализацию мероприятий по улучшению условий проживания в микрорайоне Пашинская пойма. Приглашенные сюда представители власти, депутаты и, конечно же, самые главные действующие лица – это жители Пашинской поймы. Подобная встреча уже не первая. Две недели назад районная и городская администрации обнародовали дорожную карту Пашинской поймы и дали возможность всем желающим внести предложение в ее раздел. Поступило порядка около сотни к нам обращений за этот период. И вот сегодня мы проводим такой второй этап. Предполагаю, что будет еще один, потому что предложения пока идут, и мы их тоже рассматриваем, обобщаем. Как и на прошлой встрече, сначала заместитель главы Красногорского района по архитектуре и градостроительству Владимир Моспан доложил о сроках сдачи домов и объектов социального назначения в Пашинской пойме. Затем глава Красногорска Павел Стариков рассказал, что все предложения жителей учтены и вписаны в разделы дорожной карты. Это касается устранения строительных недоделок в многоквартирных жилых домах, освещения и реконструкции детских площадок, обустройства парковочных мест, организации движения общественного транспорта. Первое, что мы выделили, это то, что вопрос земельных отношений и передачи прав собственности собственника земли компании ФСК администрации городского поселения Красногорска и оформления картастров под жилыми домами, выравнивание их в поведении в соответствии с фактическим размещением дорог, проездов, домов, детских площадок. Все это работа комплексная, которая вытащена в течение года совместной комиссией с участием собственника земли, администрации города. И, естественно, публично обсуждена будет вместе с жителями. Юлия Колодницкая на обсуждение дорожной карты Павшинской поймы приехала во второй раз. Она внесла уже свои предложения и отправила их в администрацию города. Но остались некоторые вопросы относительно обустройства пешеходных дорожек в микрорайоне. Уточните, пожалуйста, идет ли речь о установке так называемых столбиков вокруг тротуаров? И будут ли все жилые дома ими обнесены, и тротуары, или это как-то выборочно? У нас, скажу честно, ответа однозначно на этот вопрос нет. Это сейчас, прямо сразу, потому что если бы мы могли это решить в течение месяца, то, наверное, трудово возможно. Предполагаю, что в первую очередь, конечно, должны они привезти в тех местах, где идет основная миграция. То есть это доступ к детским садам, к школам, к общественным, к каким-то зонам основным. Если мне сейчас столбики поставили на территорию всей Павшинской поймы, и эти места вот на всей территории прекратили, то где-то должны будут ставить автомобили. Просто мы не дали никакой альтернативы пока. Альтернативы, где ставить автомобили, пока действительно нет. Но работы в этом направлении продолжаются. Парковочные места, дополнительные стоянки и гаражные комплексы. В дорожной карте указано, где, кто и когда построит эти объекты. Ведутся сейчас и переговоры с выставочным центром в Микининской пойме, чтобы в нерабочее время жители Павшинской поймы могли оставлять автомобили на стоянке по ту сторону Москварики. Вопросы на встрече прозвучали разные. Про площадку для выголособак, автобусный маршрут до 27-го километра, детские площадки, почту, полицию, храм. Отвечали застройщики, руководители города и района. Павшинская пойма – это очень большой проект, дорожная карта. Она требует большого количества финансовых вложений. Но надо понимать, что в любом проекте есть приоритетные направления и те, которые можно делать следом за этим. Все мероприятия, все пожелания жителей, они давно известны. Повторюсь, что самое важное – реализовать то, что возможно, и не обещать того, чего мы не сможем сделать. Поэтому где-то требования, где-то просьбы жителей абсолютно понятны и правильны. Елена Прочаковская, Александр Козырев, Ольга Казанская. Специально для программы «Город для людей». Вы можете коротко сформулировать, что такое малый бизнес. Да, довольно сложно. Однако именно малый бизнес является основой любой экономики. Многие развитые государства всячески поддерживают его развитие. Малый бизнес является фундаментом образования среднего класса, определяющего экономическое развитие в целом. Вот и в нашем городе малому и среднему бизнесу уделяется особое внимание. А для начинающих предпринимателей даже создан специальный бизнес-инкубатор, где можно попробовать осуществить свои идеи. Каждый резидент получает не только стартовую площадку, но и профильное обучение. Почувствовать себя настоящий бизнес-вумен попробовала Валентина Титова. Бизнес-инкубатор в Красногорске работает уже четвёртый год. Сегодня его резидентами являются 18 начинающих компаний и индивидуальных предпринимателей. Им оказывают ощутимую помощь в создании и продвижении бизнеса. Здесь уютно. Здесь есть минимальная компьютерная оргтехника, которой мы можем пользоваться. Мы добавили сюда своё специальное оборудование, арендная плата, годная на начальном этапе, и также бухгалтерские услуги, что тоже оказывается в бизнес-инкубаторе, что тоже удобно. Мы не отвлекаемся от основной своей профессиональной деятельности. Каждый резидент бизнес-инкубатора воплощает в жизнь свою оригинальную идею. Индивидуальный предприниматель и дизайнер Сергей занимается производством пластиковых карт. Своё дело появилось полгода назад, но успех ещё впереди, уверен бизнесмен. Пластиковые карты – это дисконтные карты. В принципе, основной наш потребитель – это молодые компании, которые хотят продвинуть свою компанию за счёт рекламы. А дисконтные карты – это наиболее эффективная реклама, поскольку все люди любят скидки. В этом офисе занимаются научными разработками и уже изобрели уникальную технологию обработки видеоизображений. Она универсальной и может применяться для геодезической съёмки в робототехнике, а также для переноса объектов в виртуальную реальность. Один из прототипов, который мы сделали на базе этой технологии – это камера пространственного зрения. Она позволяет измерять в один момент времени расстояние до различных участков объектов. Вот карта глубин. Аналогично известной камере Kinect от Microsoft мы на выходе камеры получаем карту глубин и фотографические изображения. Ещё одна компания внедряет инновационные разработки в производство грузовых автомобилей и автофургонов. Потребителями продукции фирмы в том числе являются и предприятия нашего города – Водоканал, Контфаэль и другие. Занимаемся производством автомобилей, то есть грузовых фургонов, бортовых платформ и на сегодняшний день прицепов на грузовые автомобили. Наша новая разработка, которая на сегодняшний день не имеет аналогов в России, рискну позволить себе такую нескромность, это прицепы к легковым и легким коммерческим грузовикам. Прицепы, как таковые, они существуют, как бы и в России их производят. Но именно прицепы-фургоны, вот как на наших картинках, это такая новая довольно-таки история. Сотрудников этого малого предприятия особенно волнует тема безопасности водителей в момент, когда на дорогах идёт замена или реконструкция покрытия. Так появились сигнальные обозначения, которые легко может закрепить даже один человек. Свою разработку создатели продумали до мелочей. Сигнальный фонарь мы умышленно сделали, если вот обратили внимание, сделали со смещённым центром вода. То есть обычно во все светильники центр вода кабеля по центру. А мы оставили место для того, чтобы можно было бы закрепить в нашем креплении и отдельно. И происходит монтаж светильника. Точно такая же ситуация. Мало того, что крепятся светильники в фонаре сигнальные, ещё крепёж заградительных ограждений. У нас тоже здесь конструкция продумана. Для того, чтобы монтаж сделать, ничего не надо. Только ключ на 17. Это же у нас получается светильник активный. Оно вдруг, если электроэнергия пропала, или там аккумулятор сел, то мы продумали такую систему. Одевать на эти стержни, одевать такие ролики, которые светоотражающие. Изобрели здесь и настоящего робота-манипулятора для китайской настольной игры ГО. Он разрабатывался как научно-образовательный проект, и теперь его ждёт большое будущее, уверены создатели. Мы хотим таких роботов поставлять в учебное заведение и в научное заведение, для того, чтобы студенты и школьники могли приобщаться к миру робототехники. Базовая игра для этого манипулятора сейчас – это как раз игра в ГО. Планируется создать ещё игру в шашки, в шахматы, и есть такая скандинавская игра «Хняфатапу». С заботой о молодом поколении разрабатывала свой проект и Елена. В бизнес-инкубаторе она уже год, а занимается изготовлением посуды для детей. Но не обычной, а развивающей. Кружки с таблицей умножения, тарелки с названием витаминов и видами транспорта, и многое-многое другое. Её продукцией с удовольствием пользуются малыши в некоторых красногорских детских садах. На каждой тарелке, которую вы видите, до семи тем, которые дети проходят в детском саду. То есть есть программа обучения для детского сада, утверждённая Министерством образования. И вот исходя из тех дизайнов, которые мы делаем, эта программа здесь повторяется. То есть, допустим, те же цвета, части тела, части предмета, допустим, съедобное, несъедобное, большое, маленькое. Присоединиться к команде резидентов, говорит руководство бизнес-инкубатора, несложно. Главное – проявить себя как ответственный человек, у которого есть огромное желание создать своё дело. Услуги по развитию малого бизнеса на льготных условиях дают результаты. Причём выигрывают не только предприниматели. Успехи молодых людей в бизнесе могут стать гарантией успешного развития города в целом. Валентина Титова, Никита Рощин, Мариана Бустрова. Специально для программы «Город для людей». До 1 января 2015 года в домах, соответствующих техническим требованиям, должны быть установлены общедомовые приборы учёта на тепло и водоснабжение. Контроль потребляемых ресурсов должен повысить энергосбережение. Скажутся ли изменения на комфорте проживания или на повышение счёта в квитанции, выясняла наша съёмочная группа. До 2015 года общедомовые приборы учёта должны быть установлены во всех многоквартирных домах. Но в настоящее время в Красногорском районе счётчиками оснащена лишь половина жилого фонда. Чтобы ускорить процесс, обязанность по установке теперь, согласно федеральному закону, ложится на поставщика энергоресурсов. А вот затраты придётся возмещать собственникам жилых помещений. То есть на сегодняшний момент Краснодарская теплосеть уже провела конкурс на установку общедомовых приборов учёта и будет устанавливать за счёт собственных средств на жилых домах, где этих условий учёта нету на сегодняшний момент. После этого будет заключаться договор на возврат денежных средств в течение пяти лет. Собственник жилья может сразу оплатить эти деньги, а может в течение пяти лет вернуть. Стоимость счётчика зависит от диаметра труб и состояния коммуникаций. Самый дорогой – на теплоснабжение и горячую воду. Он стоит в среднем 300 тысяч рублей. Для учёта потребления холодной – в разы дешевле. Затраты на установку приборов разделят на всех. Например, для жителей квартиры площадью 70 квадратных метров в этом доме стоимость установки всех счётчиков обойдётся примерно в 5 тысяч рублей. Разделив сумму на 5 лет, получается, что в месяц будет необходимо оплачивать менее 100 рублей. Сумма небольшая, зато прибор в дальнейшем поможет значительно сэкономить на оплате услуг. В течение года всем собственникам начисляется отопление по 1,12. Когда проходит календарный год, сравнивают показания фактические, которые набежали на узле учёта, с расчётами, которые были начислены. И если есть экономия по теплу, то экономия по теплу возвращается жителям. То есть происходит перерасчёт фактический. А в том случае, если прибор учёта не установлен, то жители оплачивают норматив. По словам представителей управляющей компании, в некоторых жилых домах, где счётчики уже установлены, после перерасчёта сумма возвращённых денежных средств составляет от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч на одну квартиру. Показатели зависят, например, от метража квартиры и от погодных условий. Если тёплая зима и не потребовалось большого количества тепловой энергии, то возникает как раз та самая экономия. И в конце есть возможность откорректировать. То есть это происходит совместно управляющей компанией, совместность теплоснабжающей организацией. Происходит коррекция, и жителям эти средства возвращаются. Уже из опыта берём. Есть дома, где по нулям есть дома, где возврат 200-300 рублей, а бывают дома, где возвраты полторы и две тысячи и три на квартиру по результатам отопительного сезона. С июля этого года жителям многоквартирных домов приходится платить и за электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды. Впрочем, по словам представителей управляющей компании, в сочетании с индивидуальными общедомовые приборы учёта повышают прозрачность взаимоотношений между поставщиками и потребителями ресурсов и защищают жителей от возможных переплат. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова. Специально для программы «Город для людей». Ещё одни преобразования ожидают нас в сфере организации работы общественного транспорта. А именно, уже с понедельника привычный для горожан перевозчик Мосгортранс передаёт свои полномочия областным коллегам. С чем связаны изменения, отразятся ли они на комфорте пассажиров, а также что такое единая транспортная карта? На все эти вопросы попытались найти ответы наши корреспонденты. С 1 декабря 2014 года московская компания Мосгортранс уступает права перевозке пассажиров в Красногорском районе областной компании Мострансавто. Галина Игнатова часто ездит по 542 маршруту. До 27-го километра и обратно. Так женщине удобно навещать своих близких. Нам повесили какие-то объявления, что у нас автобусов. Мы так отказались, что ничего не будет. Это наш родной автобус 42-й. Скажите, пожалуйста, а где вы, откуда вы знаете, что номера не сохранятся? Во-первых, по разговору. Во-вторых, какое-то объявление висит. Я внимательно не прочитала, но я это поняла. Такие разговоры – не редкость в Красногорске. Не разобравшись ситуации, люди делают свои выводы. А какое объявление было? Большое, что с 1 декабря не будет 542-го автобуса. С 1 декабря победителем конкурса является Мострансавто. И оно приступает к работе на межрегиональных маршрутах. То есть те, которые… Остановка, конечно, станция метро Тушинская. 542-й, 541-й, 549-й, 575-й и 520-й автобусы. Никаких изменений не будет. Номер маршрута остается тот же, количество остановок остается то же самое, цена, стоимость остается та же самая, то есть ничего не меняется. Приобрести новые проездные билеты пассажиры, желающие от метро Тушинская добраться до Никола Урюпина, 27-го километра в Красногорске, 62-й больнице, госпиталь Вишневского, поселок Юрлова или обратно, можно в Павшинской пойме, на конечной остановке 540-го автобуса на станции Павшина и около метро Тушинская у выхода к проезду стратонавтов. Как и раньше, билеты будут продавать и водители автобусов. Билеты будут стоить дороже? Нет, водители билеты стоят так же, а стоимость билетов на одну поездку 30 рублей. Значит, соответственно, есть еще билеты на 60 поездок, есть месячные проездные, ну, по ним, соответственно, дешевле, да, то есть если покупать на 60 поездок, там порядка 14 рублей, да, стоимость билета составляет, если на 100 поездок, там, по-моему, там 13 с чем-то рублей. Сохраняются ли билеты, купленные ранее жителями Красногорска? Ну, может, кто-то купил, там, полмесяца назад наперед билеты? Ну, если это билеты Мосгуртранс, то они на наших рейсах, естественно, не действуют, потому что мы Мосгуртрансавтом и областной перевозчик, у нас как бы другая система, вот. Но они, естественно, сохраняются на всех других рейсах Мосгуртранс. То есть с 1 декабря не будут приниматься электронные карты «Тройка», единый билет для передвижения на всех видах пассажирского транспорта, проездной от 1 до 60 поездок в автобусе, троллейбусе, трамвае, билеты по тарифу 90 минут на 1, 2, 60 поездок. В этом, пожалуй, единственный минус новшеств. В остальном инициаторы перемен обещают только плюсы. Все автобусы оснащены так называемой системой книлинга. Это специальный как бы наклон, водитель там нажимает специальную кнопочку, и автобус чуть-чуть как бы наклоняется. Автобусы все новейшие, все оснащены для людей с ограниченными возможностями движения. Как и раньше, на маршрутах Мосгуртрансавто сохраняет социальные льготы, предусмотренные законодательством. Важно, что с заменой перевозчика ни город, ни район не несут дополнительных финансовых трат. Это позволяет и дальше строить планы по организации автобусного сообщения. Уже в декабре объявят конкурс на все пассажирские перевозки в Красногорском районе. Те маршруты, которые выставлены на конкурс «Нами будут», это маршруты внутригородские и те, которые межпоселенческие. То есть там затрагиваются несколько поселений, ну два, это Нахабино и Красногорск. Вот там предусмотрены в бюджетах поселения Красногорск 14,5 миллионов рублей и в нашем районном бюджете около 23 миллионов рублей. Но эта информация на ближайшее будущее. Пока же с 1 декабря оценим новую для нас компанию «Мостранс Авто» и пять обновленных маршрутов от метро «Тушинская» и обратно. Елена Прочаковская, Инна Иванова, Ольга Казанская, Александр Козырев. Специально для программы «Город для людей». Зима для многих красногорцев – это возможность заниматься любимыми видами спорта. Помимо лыж, наши жители катаются на коньках и играют в хоккей. В прошлом году такую возможность получили жители Апалихи. Рядом с железнодорожной платформой была построена новая современная хоккейная площадка. Сегодня она пользуется большой популярностью у местных жителей. Максим Мельников лично проверил качество ледового поля и готов поделиться впечатлениями. Новая современная, сделанная по мировым стандартам. Хоккейная площадка в Апалихе уже стала центром спортивной жизни микрорайона. Старожилы говорят, что такого сооружения здесь никогда не было. Любителям хоккея и катания на коньках приходилось выбирать место и заливать его самостоятельно. Я в Апалихе живу с 60-го года. Впервые у нас здесь появилась нормально оборудованная хоккейная площадка. В Красногорском районе это единственное ощущение, очень хорошее ощущение, когда ты играешь на нормальной площадке и борта, и ворота. Помимо бортов и ворот здесь предусмотрены и удобные места для переодевания. Даже за качеством льда следят настоящие профессионалы. Как выяснилось, в этом деле есть свои тонкости. Если нужна тонкая заливка, тогда насадка используется и мы поливаем дождиком. То есть поднимаем струю воды вверх и она уже, вода падает в распыленном состоянии на лед, либо же на землю, когда только начинается заливка. Это делается для того, чтобы не размыть уже созданный лед. За состоянием льда и содержанием площадки в целом сегодня отвечает Красногорский культурно-спортивный оздоровительный центр. Правда, как признаются его представители, следить за катком активно помогают и сами местные жители. Если когда успеваю приезжать, помогаю ребятам заливать каток. Собственно, очень важно, что у нас есть такая коробка, где можно хорошо и насыщенно заниматься, поиграть. Покататься на коньках и поиграть в хоккей здесь может любой желающий, площадкой имея свободный доступ. Помимо этого, ежедневно, кроме воскресенья, на ней проходят хоккейные тренировки. В тренировочный процесс берут всех, вне зависимости от возраста. Главное – желание и наличие минимальной экипировки – щитков, крак, клюшки и коньков. А вот для тех, кому по душе свободное время проводить не на свежем воздухе, а в творческой компании, в клубе «Досуг» работает кружок гитары. Освоить инструмент может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Так что, если вы давно мечтали научиться, у вас есть такая возможность. Подробности у Анастасии Встафьевой. Блестящие струны, лаковый корпус и рок-н-рольный драйв завораживали, пожалуй, каждого. Но далеко не все доходили до кружка гитары. Стать ближе к музыкальным кумирам или просто душой компании стоит томительных часов обучения и мозолей на пальцах, уверенная воспитанника клуба «Досуг». У меня папа играл на гитаре, брат играет. Ну вот мне как-то захотелось играть тоже. Вот мне папа купил, и мы пошли. Совсем юная Алена Сафонова заниматься гитарным мастерством приходит после уроков в танцевальной, образовательной и художественной школах. Все наставления учителя она прилежно, как на математике, записывает в тетрадь. Давать ей и ее одногруппникам советы Андрей Шпаков имеет право. У него за плечами не только высшее музыкальное образование. Более 30 лет на сцене сам бас-гитарист, участвовал в многих коллективах, по стране ездил, было время. Ну а сейчас время пришло уже, ассистент на месте, заниматься с детьми уже пора опыт передавать уже. Ну вообще-то сейчас еще занимаюсь, у нас сейчас в Красногорске группа «Мы» есть, с которой я руковожу, играю там на бас-гитаре, пою. Методика у Андрея простая, во всем индивидуальный подход. Если ученик хочет играть перед друзьями в подъезде, он не будет его мучить нотной грамотой. Посадку, постановку рук и чувство ритма можно выработать и на элементарных аккордах, которых будет достаточно для исполнения народных хитов. А начинается все с азбуки. С самого начала понятие вообще о гитаре, как гитара устроена, где какие ноты находятся, как струны называются, как гитару настроить правильно. Если ребенок быстро схватывает, ну это происходит где-то, наверное, в течение двух-трех месяцев первых. Видно, что есть какой-то прогресс в занятиях. Тогда, значит, ребенок дальше идет уже там, дальше усложняются какие-то там упражнения, произведения, может быть, уже дальше какие-то учат. Сыграть свою первую полноценную песню – определенный рубеж. Для тех, кто научился ставить баре на грифе и попадать в такт, в досуге проводят отчетные концерты, на которых, как правило, для многих музыкантов звучат первые аплодисменты. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова. Специально для программы «Город для людей». Еще одно интересное времяпровождение сами для себя придумали и организовали жители дома номер 3 по Ильинскому бульвару в Павшинской пойме. В минувшие выходные там состоялся так называемый «Праздник двора», где, по примеру народных гуляний, можно было найти развлечение на любой вкус. Не устояла перед соблазном и Валентина Титова. Не знаешь, чем занять выходные? Организуй свой собственный праздник и пригласи на него соседей. Именно так поступили представители совета дома и члены инициативной группы. А для того, чтобы собраться всем вместе, повод вовсе не обязателен. У нас, да, была задача вытащить людей из нашего дома, потому что нам важно увидеть их лица не только, когда они вечером приходят уставшие и всем достаточно недовольны. Ну, я могу сказать, что частично мы эту задачу выполнили, будем стараться выполнить на 100%. В отличие от собрания собственников, праздники двора жильцы посещать будут исправно, шутят организаторы. И это неудивительно. Практически у подъезда детей и взрослых встречают ряженые. Звучит веселая музыка и проводятся конкурсы. Каждый желающий может сделать монетку на память или попробовать угощение. На морозе желающих выпить чаю со сладостями хоть отбавляй. Блинчиками вкусными, с джемом, со сгущёнкой, кто что любит. Самым орудированным участникам праздника организаторы приготовили призы. Главное правило – ответить на вопросы викторины, посвящённые родному городу. Например, на каком расстоянии Красногорск отдалён от Москвы. Ответ знали немногие. Но даже те, кто подарок в этот день не получил, не расстроились. Ведь главное, что они провели время с пользой для себя. Весело и интересно. Мы недавно вышли, так весело. Смотрели из окна красиво всё. Инициатива очень хорошая. Я просто благодарна всем организаторам, инициативной группе. Просто они молодцы. Таких людей очень немного. Очень хорошие праздники, интересные. Празднование такого дня двора – дебют для жильцов дома номер 3 по Ильинскому бульвару. Но, как уверяют представители инициативной группы, в будущем это станет традицией. Например, соседям предложат всем вместе встретить во дворе Новый год. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Бустрова. Специально для программы «Город для людей». В предстоящее воскресенье вся страна будет отмечать один из самых душевных и трепетных праздников – День Матери. Этот достаточно молодой праздник занял особое место в наших сердцах, так как это еще один повод сказать самому родному человеку теплые слова. Ведь назначение каждой женщины – это поддержание в семье любви. А любовь – это когда интересы дорогих тебе людей ставишь превыше своих. У одной из многодетных мам Красногорска побывала Валентина Титова и узнала секреты семейного счастья. У Ельцовых подрастают четыре сыночка и лапочка-дочка. О дружной семье Елена и Денис мечтали всегда. А тому, что теперь она еще и большая, рады вдвойне. Супруги познакомились в сельскохозяйственном институте. Оба учились на агрономов. Потом поженились, и один за другим в семье появились малыши. Первый – Артем, затем Саша, Денис, Глеб и маленькая Катюша – любимица домочадцев. Трудно было мне с первым, потому что жизнь поменялась кардинально. Все это очень сложно принять. А потом, чем дальше, тем уже незаметнее. Это твоя жизнь, твоя работа. Ответственность больше, и поэтому расслабиться, что-то не сделать – такого не бывает. Ты всегда на чеку, всегда у тебя все под контролем. Это уже привычка, и это устраивает все нормально. Конечно, теперь справляться со всеми сразу бывает порой непросто – делится многодетная мать. Но, как говорила героиня известного фильма, трудно с тремя. А когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения. К тому же дети с удовольствием помогают маме. С сестрой помогаю, тоже сижу, гуляю с ней. Ну, мы как бы с братом тоже, после меня идет Саша. Мы с ним как бы это все делаем там. В семье все натуры увлеченные. Артем занимается вокалом и танцами. Саша – будущий художник. Денис предпочитает спорт, увлекается футболом и дзюдо. Глеб и Катя еще пока маленькие, но вскоре также найдут интересное хобби, уверены родители. А пока они, как и другие, любят путешествовать с родителями и слушать сказки на ночь. Есть в семье и еще одно общее увлечение – домашние животные. И не какие-нибудь кошки или собаки. Старшие дети занимаются разведением шиншилл. Здесь живут попугаи и ежики. А вот черепаха появилась совершенно случайно. Соседям она оказалась не нужна. А в доме Ельцовых ей место нашлось. Мы ходили на выставку, увидели улиток там. Опять же дети начали просить. Мама – улиток, хотим заниматься. Ну, конечно, у них порыв первый хороший, а потом все – на плечи мамы ложится. Но если я не успеваю, то, конечно же, они все делают. Что я не сказала. Брать террариум, помыть, покормить. Они все это могут, все это знают. Елена, как мать пятерых детей, в этом году была удостоена особенной награды от правительства области. Ей вручили медаль «Материнская слава». Происходило все это в доме правительства, в торжественной обстановке. В Московской области еще одна семья была награждена. Казалось бы, свой вклад в улучшение демографии нашей страны семья Ельцовых перевыполнила. Но на достигнутом супруги останавливаться не планируют. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова. Специально для программы «Город для людей». Не забудьте поздравить своих мам с предстоящим праздником и сказать слова поддержки и понимания, любви и благодарности. Слова, в которых так нуждаются наши мамы. В заключение выпуска мне остается только рассказать вам о погоде. Последние осенние выходные порадуют нас солнечными лучами и спокойным геомагнитным полем. Температура воздуха продержится в районе 10 градусов мороза. Такая погода комфортно переносится в данный период осени. Так что даже метеозависимым в выходные подарят хорошее самочувствие и настроение. Наша программа подошла к концу. Напомню, кто не успел посмотреть выпуск, это всегда можно сделать на сайте администрации городского поселения Красногорск. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok